Девочки, задумывались ли вы когда-нибудь, тяжело ли выполнять мужскую работу? Мальчики, а вы думали ли, какой сложной может быть женская работа? Вот Никита с Дашей задумались, и чтобы ощутить весь труд на себе, согласились поучаствовать в эксперименте. Сегодня каждому из вас я раздам вот такие конверты. Здесь будет загадка, которую вам нужно отгадать. После того, как вы отгадаете загадку, вы поймете, что вам сегодня нужно будет делать. Сразу хочу сказать, что задания, которые я для вас приготовила, скорее всего, они вам не свойственны. В обычной жизни вы этого не делали, но посмотрим, что получится из этого. Давайте. Никита, твой конверт. Даша, твой конверт. По автомобилям он мастер и меняет он запчасти. Я буду водить машину? Я буду каким-нибудь водителем, да? Не совсем. У тебя же нет права. А, по автомобилям и меняет зону запчасти. Я буду автослесарем? Да. Сделает нам макияж, новый образ и визаж. Визажист. Браво! Ну что ж, приступим. И выполнять свое задание начинает Никита. Сейчас посмотрим, какой из него получится визажист. Сейчас мы тебе как-то-нибудь накрасим. Да? Ну, я даже не знаю, вот это. Это пудра. Ну, наверное. Ну, красиво. С кисточкой для пудры ты угадал. Но пудра наносится не в начале. А сначала наносится тональная основа. Потом уже наносится пудра. И не на все лицо, а чисто на, допустим, под глазами. Ну, чтобы не было какого-то такого жирного блеска. Кажется, стенку красит. Как умею. Ну, примерно равны. Ну, я возьму помаду и накрашу. Помада. Ну, помада правильная, только, наверное, ее лучше наносить в конце макияжа. Ну, пудрой у Никиты лучше получается пользоваться, чем помадой. Ну, это трехмерное увлаждение. Крем тональный. Все понятно. Ну, и как ты меня будешь красить? Может, на диск? Промах. Тональную основу наносят на лицо кисточкой. И что им надо накрасить? Даже не знаю. Может, лоб? Тональник явно наносится не только на лоб, а на все лицо. Идем дальше. У Никиты в руках снова появляется какой-то странный для него предмет. И что ты будешь этим делать? Без понятия. Эта кисточка для ресниц хорошо. И как ей красить? Что делать? А, ей надо что-то подровнять для ее? Как там? Твои предположения. Вот ты взял кисточку. Ты считаешь, что она для ресниц? Что ты ей будешь делать? Ей надо подровнять кончики или... Ну, я приступлю. Вот только не подровнять кончики, а расчесать ресницы. Это точно цепь для бровей. Наверное. А обратная сторона кисточки для чего? Ну, я даже не знаю, надо подумать. Ну, для ресниц пить путь. Еще раз. Вот эта кисточка с двойными краями, одна используется для ресниц, чтобы их расчесать, а вторая для того, чтобы расчесать брови. А сейчас история о том, как мои брови стали красными. У меня все для ресниц получается. Ты считаешь, что это для ресниц, да? Да. Нет, или это для бровей. Или... Пусть будет для бровей. Это для бровей, да? Да. Помада явно не рисуется брови, потому что они получились какими-то очень яркими красными. Нет, да помада тоже. Для бровей не подходит. Но он не останавливается и все равно продолжает красить брови вместо губ. Так, ну, это все помады, как выяснилось. Вот это вот. Наверное, стрелки рисовать? Да? Нет? Может быть, да. Может быть. Чем ты будешь рисовать? Вот этой штучкой. Ну, палеткой не рисуются точно стрелки. А надо было красиво нарисовать какой-то такой перелив, допустим, со светлого в темный переход. Еще один странный предмет в руках Никиты. Может, этим надо брови выщипнуть? Щипчики, да, правильно. Они для того, чтобы выщипать какие-то лишние волоски с бровей. Давай все-таки поправим контуры на губах, уберем лишнюю помаду. И чем мы это будем делать? Тут досталось только ватные палочки. Поэтому ими. Целым? Лучше тебе не быть визажистом. Но лучше поучиться. Если ты хочешь там быть, то лучше учись. Да, макияж получился необычный. Хотя, если у Никиты стояла цель накрасить меня на карнавал, то он с ней справился.